всем привет с вами максон и это ладар матч в оффлайне я решил в общем делать такую штуку записать сначала в 14 части ладар матч и затем в 11 и вот сравните я в предыдущей части рассказывал предыдущий видосе точнее рассказывал о большой разнице в этих боях и вот собственно вот посмотрите тут пока свагер уходит это думать какую-нибудь хрень попробуем ну-ка допустим вот так вот сделаю вышел свагер на крыльцо почесать свое лицо короче я поставил тут рандомных рестлеров я не знал кого поставить посмотрел ростер там было закрыто у мне два рестлера всего то есть грубо говоря вот сейчас в 30 лет рестломании который я прохожу еще не прошел напомню вам я вам говорил что еще один юниверс мод там остался вот и там откроется один рестлер какой-то а может как раз таки вот эти два и откроются просто я читал про эти берера там было написано что открывается он в юниверс моде вот я не знаю это либо сам такой мод не в 30 лет рестломании либо именно в этом 30 лет рестломании этот мод ну вы поняли я думаю как бы меня вот ну в любом случае два рестлера это не так уж и много то есть пол ростера уже открыто и вот можно уже гамать матчи но еще вот открою я вот этих двух все-таки нужно мне это сделать и потом сразу же запишу турнир ну не знал ну оффлайном естественно только не знаю какой с какого начать говорите вы оставите коммент там либо golden rush либо king of the ring но особо разницы в них нету как мне сказали golden rush это еще раз повторю говорил в ком-то видосе что это то же самое что king of the ring но только за титул вот поэтому напишите кому что интересно и возможно варианты рестлеров которых нужно добавить то в том году помню писал ну точнее когда записывал видосы кто-то писал типа где вот этот отчет и этого рестлера добавил у каждого свои любимые но вот понапишите каких-нибудь я из них по выбираю и вот типа ну в матчах которые там будут я буду выбирать рандомно за кого играть ну может быть вы будете голосовать я не знаю как хотите вообще народ что-то не особо любит голосовалки чтобы еще кто-то их устраивал ну я в принципе просто не знаю выбираю за кого гамма идти ладно но бывают такие матчи где и у того и другого рестлера много фанатов и грубо говоря 50 на 50 делится одним хотели чтобы играл за этого другие за другого но как вы знаете не обязательно минут что если я за кого-то играю этот чувак выиграет это было возможно 8 11 когда я проходил story моды но вот в 13 и 14 частях я думаю этого не будет потому что я чаще наоборот проигрываю как раз таки за того кого играю но естественно гамму и на победу а там уже как получится вот поэтому посмотрим еще кто там будет кто за кого играть я он шимус у нас победил в прошлом году в турнире king of the ring если мне не изменяет память посмотрим кто будет победителем в этом турнире но сначала мне нужно еще открыть парочку ресторов это эдди герреру и кто-то еще честно не помню кто так у нас уже здесь альберта выходит то есть вы постепенно смотрите участников боя если не смотрели описание но вообще описание практически никогда не читают почему-то народ либо не видит там какие-то мелочи я пишу но это бы был обычный не срестлингом типа я пишу описание и там что-то писал типа допустим здесь не получилось записать или что-то я забыл там народ не видит и спрашивает эти вопросы а все написано в описании либо часто просылку даже в группу спрашивали некоторые не знали что можно развернуть это самое описание и заценить ссылочку на группу ну ладно да лирео кстати с титулом world heavyweight я не знал что он у меня за чемпион ну ладно мы все равно играем матч не за титул вот поэтому такие дела кстати если есть какие то вопросы там как сделать в весле и это в игре смысле как сделать это то напишите если это реально не что-то глупо что то такое что у всех интересует если я увижу что этот вопрос у меня уже раньше задавали я постоянно него отвечаю я думаю в каком-нибудь видосе я на него отвечу типа как может быть гамать матч за титул но там по моему добавили такой мод специально чтобы гамать за титул не знаю в общем если есть вопросы пишите так у нас последний по моему выходит кристиан если не последний то предпоследний я не помню кто я играю кстати за свагера за джека свагера не знаю почему я его взял просто захотелось кого-нибудь по разнообразнее взять вот и стал джека и спел даже принял песенгу но это уже не мне судить как я спел ее просто так по приколу стоит гитарка пока выходит нужно что-нибудь забацать вообще могу там кого-нибудь хэви хэви кузнечика сыграть но ладно так ну что кристиан что я думал быстрее выходит ну ладно нормально тоже сойдет кто-то мне писал типа недавно ну я рассказывал в предыдущем видосе про свр-11 и как там было вот эти вот с лестницами ну матчи с лестницами типа как было круто как я орал что я нес какую-то хрень возможно я не знаю в 11 когда я буду играть я скампую скампаную короче свяжу это все в один в одно видео вот и посмотрим точнее даже не посмотрим а ну вы увидите что разница большая а я еще постараюсь как-нибудь по коменте по старому я не знаю по старому просто видите возможно если вы смотрите давно и типа говорите вот раньше было интереснее но раньше просто и у меня другой был возраст да и у вас был другой возраст поэтому сейчас я может быть стараюсь шутить ну не то чтобы умнее а с чересчур острее то есть я же говорю я иногда сам не врубаю что я несу и это со стороны кажется глупо как-то но вы не вникайте в основном шутки я не такой уж и какой-то там супер астрак и не супер петросян просто просто несу что-то что есть в голове а в голове когда игра обычно ветер потому что я ни текста ничего не готовлю что вспыхивает в башке то и несу но обычно просто в свр-11 я опять таки может быть затрону эту тему я коментил по словам просто действия происходящие на ринге и не знал что говорить зачастую поэтому просто говорю что признал вообще суть комментирования и состоит в этом чтобы комментировать то что происходит да ведь не так ли но просто сейчас чтобы было как то не так как раньше просто говорить говорить что происходит так мне кажется тоже не особо круто нужно что-нибудь рассказывать интересно но вот темы тоже всем не могут одинаково нравится что-то одинаково выбирать я даже и не знаю вот общий тема естественно тема рестлинга но рестлинг я последнее время вот прям до биби не слежу чего не знаю чему я не очень рад сам и вообще представляю что он тоже наверно не очень это круто слышать я помню когда смотрел чьи-то видео то мне тоже не нравится сказал чувак типа да сейчас не интересно смотреть что это за херня вообще показывается я не говорю что сейчас херня но интереса уж как раньше меня нету если честно и вот что я действительно жду это уже сразу рослманию многие там окилси круто еще будет тилси я еще маню жду ой там что-то странно происходило сейчас со свагером ой со свагером говорю с альберто дали рио а чё кстати за сигнатурка то стоит у свагера я думал у него бомба это стоит ну ладно нету так нету буду знать блин меня башка втыкает альберто альберто на получать что блок опять лестнице падает кстати а может быть эта штука то и стоит ой что это хорош может эта штука бомба и стоит у свагера на финишере почему бы мне не сделать я вот хочу одну штуку с лестницей забацать штукенцию штукунцию но сначала мне нужно взять эту лестницу так хорош блин сара что-то все расставляет и оставляет но нужно у него отжать лестницу потому что он хочет залезть нужно следить внимательнее за джейсон стэдхэмом слезай джейсон сейчас мне надо закинуть а нет не надо закинуть мне нужно сначала лестницу поставить вот эту дай мне пожалуй кристиан ну что ты не понял я думал никто прием начал делать он просто подошел и упал ора и хочет упасть а сезару мне мстит за видимо за то что я назвал джейсоном стэдхэмом а все крыш и трогай меня так реверсинг ништяк хорошо альберто застрял по моему немножечко те кто не смотрел предыдущий видос я скажу о чем я говорил вкратце разницы ну в смысле в чем разница что я сравнивал точнее почему что отличается от 12 14 вместе взятых от 11 это то что матчи быстрее заканчиваются допустим смотрите сейчас помню кто еще чемодан ни разу не трогал там пытался мистерио но не дотянулся вот и сейчас если мы будем драться долго и кто-то полезет чемоданом там просто буквально вот пару секунд и все и он снимает его такого в одиннадцатый не было в одиннадцатый все сделано не на количество проведенного времени в бой а на количество попыток снятия чемодана это мое мнение я не знаю так ли это или нет то что за хрень и почему она настроен эй ой а кстати лестница кстати блин ништяк зачем ты ее снял она хорошо так положилась я как раз хотел сделать свой прием используя лестницу которая так стоит блин у меня еще сверху упала она сакс отстань от меня синкарушка можно пошутить как про какие-нибудь бочины я не буду рабочий синкара я не знаю где он там что-то с пальцем у меня в последний раз было может сейчас выступает я я же слопок я же не смотрю сейчас практически да бибишку ой хороше стэдхэм красава сейчас было хорошо оттонио сазару да блин еще же мне ничего не дают сделать сложный кстати стоит карт я думаю ова я тоже так умею у вас хороший пустана кстати была и бомба это это стоит просто даже не на сигнатуре по моему а просто как прием поставлю я его сварьбинс тоже сложность карт потому что на легенде мне просто надежут жопу и я ничего не смогу сделать ох видели как я в жопу закинул альберту дали рио антонио сазару было неплохо на прям фейсом так у меня есть кувалда нужно кому-нибудь втащить например тебе альберту так неплохо не оправлять сигнатур мув и сейчас запрессуем альберту здесь в углу да что тебе надо синкара вот пристал ко мне пристал вот же альберту лежит ну блин не туда ну ладно еще мы этого избавимся ладно сам спрыгнул меня так и такими темпами сейчас просто сигнатур пропадает и все что собственно произошло ну ладно я хотел сделать оклахому слэм мне не вышло ну зачем они убрали весь я хотел швырнуть на него хотя ладно убрали хорошо что убрали сейчас вот так вот сделаем и вот так вот вот и теперь иди сюда и кто-нибудь иди сюда агу командный в команды как ладно не буду я делать командный это чё а где у меня финичер вот он разворачиваю бум вот так вот я хотел сделать круто ведь да вот на самом деле хорошо так согнулся даже кристиан ему было очень больно я думаю нам круто мы такие вау круто вот еще бы дотягивалась вот эта лестница которая справа валяется от ринга до стола комментаторского ну или сделали бы знаете такую самую длинную лестницу обычно в ладер матчах или там тилсишных в ладер обычно есть о поднял сейчас лестницу кристиан есть в общем такая одна самая длинная лестница и всех стоящих на ринге вы хорошо так как и вот и сделали бы в тринадцатой части или в четырнадцатой эту самую лестницу мне было бы круто допустим облокотить лестницу вот здесь между комментаторским столом и рингом и сделать какие-то либо новые омга и моменты допустим посадить чувака на угол ринга и сделать ему какой-нибудь ну броуки там спир или еще что-то или просто швырнуть его с угла ринга на стол который вот так вот поперек лежит это было бы круто на самом деле но мне кажется этого не будет так мне опять не дают провести свою сигнатуру у меня уже есть еще финишер а давайте поднимем а чем не понимается а потому что я на кристиана смотрю типа хотелось поднять синкару своим таунтом но не вышло нифига так поиграем с рукой кристиана котенок куркаемся и проведем ему энко лок чтобы быстро не бегал чтобы жизнь малина не касалась они это дерьмовые приемы процент в тилсишных это тилси нет это ладдер матч в ладдер матчах такие стремные приемы стоят так суплекс неплохой мне понравился наконец-то сигнатурка еще одна довольно таки быстро они копятся если честно но мне вот кажется так копились они по моему дольше ответ . кристиана вот так вот шлюпает он меня ногами об лестнице которая была которая лежала там мистерию он был момент проводится он ломает альберту далио стеночку это круто так то теперь пройдет финишер мне проводят киилл факин свич бум вы если бы еще мы в ту сторону полетели это было просто осом если бы на лестницу прям ну все теперь я чувствую кристиан может спокойно снять чемодан я не могу нефига о красава это вот просто вот за такие моменты я люблю прыгнул лицом прямо в ринг красавелла если бы я играл с компом он бы снял просто чемодан хотя я играю с компом вата фак что происходит не ну если есть некоторые люди которые в таком в таком бы случае просто полезли за чемоданом потому что одни там дерутся другие там дерутся сейчас будет круто будет это очень круто но лестнице не интересно так улетают у меня была сигнатура я не провел я хочу провести то что я хочу провести сейчас реверсировать нет не реверсирует мистерию и что и и сигнатура секс анальза скандирует зрители но уровень мистерию проблемы бум вот так вот а почему вы просачиваются друг в друга прессоры что за хрень так урикан рано я застрял под лестницей помогите помогите не реально он застрял ой как же много буковок f это как двойка в английской школе ну вроде там буквой f в начале слойки я помню симпсом барху ставили ф и индивидуи синий день за чему отмышленных ванны суть я хочу еще одну штуку классно сделать не запустим или нет нет не сын картины детишки отрешивает и пока ничего не могут сотворить сейчас еще надо будет он издевается ах ты засранец успокойся будь спокоен я я по моему у меня не получится сделать то что я хочу я вообще даже встать не могу круто я встал так а давайте я возьму вот эти ух хорош цезару повторяя за вайдом беретом отлично драться с невидимой с невидимкой а на самом то деле я попал синкаре тихо тихо здесь типа никого нету я хочу швырнуть сюда вот нет не сюда да уйди ты блин теперь мне было больно вообще я хотел бы сюда стол поставить если честно но стола нету достанем кувалду опять да нахрена мне кувалду я пойду стыри у пацанов больно лестницу дайте мне лестницу спасибо я не хотел я не говорил же дайте мне лестницы дайте мне лестницу у сказал я три финишера есть у Рея Мистерио два у синкары один у тусовщика тусовщика Альберто и один у Кристиана был сейчас по-моему нету или у Сузара был о бутер помните я делал э пацаны там стетхам лезет нет вот смотрите так и и все и он снимает чемодан а мы здесь с Альберто голубой огонек устроили здесь нужно музыку подставить из полицейской академии из клуба устрица какая-то голубая устрица или как это называлось может быть я и поставлю но там на пару секунд ну вот такие вот смотрите вот то о чем я вам говорил по-моему первый раз трогали чемодан секунды три и все и чемодан снят ну это не круто ну единство что здесь было ништяк это вот вот разбитые столы и бросочки на лестнице но я хотел сделать МГ момент еще на лестнице составленной внизу но не получилось вот смотрите раз два даже две секунды где-то прошло и собственно такие вот матчи в 13 и в 14 а сейчас я пошел врубать СУР очко 11 ну что ну вот мы из 14 части сразу к 11 перешли и сразу уорвемся в бой я кстати не посмотрел какая сложность блин да вот здесь я вступил немного ну надеюсь там стоит ну хард по моему хард последний раз когда я играл я после этого ничего не менял а может кстати и легенда осталась я не помню ну точно не нормал хард либо легенда в любом случае будет тяжко учитывая то что я еще позабыл два руля да я еще позабыл управление немного вот поэтому поэтому похеру короче как сыграем так и сыграем в общем первого я взял точнее ну даже не первого я взял себе его набор на вроде как уже блин чуваки тоже ждут его вот я думаю хотя бы здесь пусть он будет вторым выходит симпанк волосатый взял я его тактимовский он у меня да 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 ну по моему он здесь с макси у меня тактимовский чемпион блин как же давно я не играл в одиннадцатую ну как давно записывал как-то осенью я по моему вам видосик но это было ну довольно ладно загамываем ладер матч и покажу все собственно то вы сами увидите различие очень гигантское различие так ну еще третий рестлер естественно вообще их 6 кап да какой кап сегодня ну я в принципе говорил что вы с выручки точно вы с выручки я должен быть типа качать старого максона да как я не знаю ну давайте буду нести херню а вам типа это будет должно нравиться не знаю я в принципе всегда нести херню ну ладно в общем выходит у нас Шелтон Бенджамин окей точнее он уже вышел пропускаем и следующий выход следующих рестлеров это конечно же Тайсон Китт вы все любили его челочку помню а я ни хера не любил его челочку потому что она была какая-то ущербная вообще такая блин ну вы бы хотели себе такой причесом просто лысый и с такой челкой еще еще очень длинную такую капец это как не знаю колхозный какой-то парниша ну и хер с ним зато у него жена с буфер ладно короче еще один рестер которого наверное тоже не видели давно это Мэтт Харди интерконтинентальный чемпион он у меня здесь в этой игрульке ну и круто ну и последний рестер который выйдет на ринг это естественно Джеев Харди он конечно уже создан и он же должен долго грузиться это же СВР-11 мать я все вот он выходит джеев Харди без музона вообще что то здесь музон тихо у меня и в менюхе он не играет походу я совсем убавил на громкость танцует джеев и Харди выход его есть в каждой части но самого его в каждой части нету вот ну ладно это не беда вышел джеев Харди и го гамать го гамать ну он еще выходит ну ну что ж вы не видели выхода что ли рестеров так конечно видели все загрузка прошла и поехали так главное не спамить как это я делал раньше приемами на бегу я все пытаюсь по сраку пнуть вот одному попал ему сразу плохо стало захват жена вот это вот хреновень точно ой я немного все позабил на крестик что у нас ага все ну ладно вспомним вспомним по ходу это св 10 хреновь реверсирует мэтт харди от чего-то от моего приема попробуем выиграть и клинч если я проиграю я проигрываю значит эта сложность явно хард и выше иначе я бы здесь наваляло кстати еще вспомнил я я вот эту фиговину но еще не вспомнил сейчас покажу не нам надо чтобы кто-нибудь валялся стульчик целый Стульчик... Стульчик сломался. Какого фига? Ну, ладно, мне нужен... Я думаю, вы уже вспомнили или поняли, что я хотел. Естественно, я хотел крутануться и просто упасть. Не-не-не-не-не. А, выбегать-то как? На крестик, да? Всё, ништяк, я понял вас. Достану я ещё один стул и... А как ускоряться же на другую кнопку? Ну, блин. И вот этот экшен. Почему нет вот этой штуки? Да ладно! Я думал, это потому что лестницу вытащили. Я воткнулся башкой в стул, который сам поставил. Почему вот этой анимации нету в новой части? По-моему, она крутая. А я отжал у Джеффа Харди... Ой, у Мэтта Харди. Татьяна Кида. Я буду избивать этого чёлочного парня. Он мне напоминает Татьяна Кида. Ладно, возьмём лестницу. И будем всех бить. А, вертуха! Точно! Хейт, ностальгия. Полетели. На-на-на-на-на-на-на. Леонид Якубович одобрит, потому что он любит самолёты. Аэро-флот. Короче... Короче, я таким образом накопил на финише. Почему нету этой хрени в 13-й и 14-й частях? Я бы так вообще выигрывал все матчи турнирные. Ставил бы просто лестничные бои. Какого хрена? А ну, всем лежать! Не двигаться! Ох. Ай, бас Борн, туфлай. Конечно, я понимаю, что... Эээ... Родился для полётов у нас Эван Борн, но, блин, не для таких же экстремальных ситуаций. Так крутиться слишком много может хреново стать. Как-нибудь. И всё, и финишер попал. What the hell? Точно. Это же... Мать есть, выр 11. Будем называть вещи своими именами. Ностальгия и всё такое. Ну, для многих ностальгия, для некоторых новизну, наверное. Не знаю, смотря сколько вы зырите меня. Хардкорным и олдскульным пацанам. Респектуха! Давайте избивать панкуху. Наааа, получает в ухо. Сим, панкуха. Ха-ха. И бьёт на меня... Эээ... Лоу-блоу, как это называют комментаторы в 14-е. Мне так забавляла эта фразочка лоу-блоу. Типа, почему-то блоу мне... Шары, ээ... Слово, ну, хочется ассоцировать. Типа, нижние шары. Ха-ха. Это так забавно звучит как-то. Нижние шары. Это как деревня, типа... Верхний... Ну, или не деревня, а город. Типа, верхний у фалей, а это нижние шары. В России всё может быть, конечно. Ну, ладно. Так. Опа-опа. Коленочками. Точно. Вот так вот умеет у нас... Эээ... Эээ... Еван Борн. Еван. Я хочу ещё финишер. Я же... Я же рождён летать. Почему это делают другие чуваки? На-а-а-а. Башкой вотнулся. Эээ... Шелтон Бенджамин. Кстати, я не знаю, будет ли у меня в этом бою бомбить, как это было в матче с Биг Шоу. Но, хорош, долетел Кэссен Кит. Прямо в натуре красава. На, получай. Так, что-то все валяются. Братюни Харди валяются. Ёп. Ум, мне проводят пауэрбом. Хорошо, среверсировал Тайсон Кит. Видимо, это... Мстит он за... Человека-чёлочку. Ну, хотя бы никакую эмо. Хоть. Реверсить не удаётся. Я не понял, чем мне прилетело столом... Ой, лестится Симпанк, либо... Приёмом Тайсон Кита. Так, что здесь у нас? Здесь у нас стулья. Пойду, поговорю с Джеффом. С Джеффом. Что-то я их путаю. Что-то хреново. Не, я хочу воткнуть сюда. Стульчик. И хочу опрыгнуть. На мета, на мета. Опа, экшен, экшен. Сейчас воткнусь в кого-нибудь. Не? Хорошо. Ещё пробежался по Джеффу Харди и прыжок. Отлично. Всё ништяк. Всё происходит отлично. Хури Канрана. Или если... А, как с очки холли, так рано. Так, что теперь? А теперь, я думал, будет суплекс германский, а это супер-мега-хури Канрана. Та-дам! Типа так. Ладно, не буду я шестик, никто не поймет. Проводим дроппик Джеффу Харди. И у нас есть сигнатурка. И нужно делать её. А вот тут Шелтон Бенджамин лежит. И сальтуха. А теперь... Лежи, лежи, братан. Ага, застопили. Блин. Надо провести кому-нибудь что-нибудь. Да лежи ты. А я не долечу, наверное, до него отсюда-то. Ага. Бум. Угу. Офигенный приём. Лежи, лежи, Мэтт. Да ну где? Где факин финишер? Он пропал. О-о-о-о. Блин. Почему так быстро? Так, мне интересно. Ха-ха-ха. Башкой воткнулся. Почему его чёлочка не спасла? Она напоминает мне люк такой, знаете? Вот как в машине. Э-э-э. Люки есть вот сверху. И вот у него открытый люк. И она должна была... Что я не... Это... Это Свер-11, факин. Факин Свер-11. А-а-а. Так. Теперь что? Теперь будем избивать Джеффа Харди. Потому что вон Джефф Харди. Чё, лицо раскрасил, типа, классненький. Я помню, в детстве рожу красил как Стинг. Типа, тоже классненький. Это было в лагере, и это было круто. Ну, значит, я уже тогда шарился про Стинга. Круто. Но я этого не особо помню, что я прям вот... Помню такого вот Стинга. Ну, помню по имени. А вот что... Что прям вот... Конкретно я смотрел. Можно я тебя укушу? Ущипну, точнее. Вот. Вот что прям конкретно тащился с такого пацана, как Стинг. Не, не помню. Но, однако, рожу разукрашивал, как у него. И, видимо, было круто. Ну, чё мне не удаётся реверсировать? А здесь, по-моему, не пишет, да? Ведь когда вы реверсируете, что вы реверсируете? По-моему, здесь такого нет. Ну, сейчас будем на Тайсоне Киде пробовать всякие наши штуки. Вот дропкик. Вот двушка. Однушка. Пук-пук-пук-пук. И, типа, такой Харди. Все валяются, и ты должен. Я, пожалуй, отдохну. Так, тихо. Тихо. Блин, выкидывает нас Тайсон Кид. Ого, какой крутой. Прямо сальтуху умеет делать он. Вы заметите, ещё никто даже лестницу не поставил, чтобы попытаться залезть. Но в первом бое тоже, который был в 14, такого не было. Но посмотрим, посмотрим. Но это, в принципе, и хорошо. Лучше будет для сравнения, потому что... Топы же долго дрались, потом впервые потрогали чемодан, и сразу его сняли. Даже не прошло и двух секунд. Посмотрим, как это будет здесь. Но я даже знаю, как здесь будет. И здесь будет намного всё круче. Так. Блин, сейчас я два стола, не могу привыкнуть. И нельзя... Не знаю. Нельзя крутым быть. Так. Не, ну можно, конечно. Я хочу крутянский приёмчик сделать. Ну почему все встали? Зачем? Зачем вы так делаете? Прыгаем! Ух, ты попал! Я уже думал, не попаду. Во-во-во-во-во-во-во! I was born to fly! Бум! Хорош! Хорош! Всё, что нужно для счастья, это провести финишер и опять пауэрбомб от Тайсенакеда. Вот не берётся его моя хурика нрана. Ой, я такой, ты чё, слышишь бык, конечно. И почему я направляюсь на невидимого соперника? Симпанк полез, симпанк полез и ждёт он меня. Помните, да, вот в онлайне? Как ни хера по-во-во-во-во! И больно мне, больно проводит симпанк финиш. Что, по-моему, у него он был. Может просто... И ещё и тут Харди своим суперкрутенским приёмом. Отлично, отличная... Отличная бомба от Шелтона Бенджамина. На Тайсенакеде сейчас была. А если реверсить не получится... Нет, или нет, не получается. О, там было что-то крутое. И был звук, наконец-то звук. От удара стулом, когда вы кладёте ногу в этот самый стул. Пипишь, конечно, шесть человек, но это круто. Всё, не могу её встать. Мэтт Харди мне помог это сделать. А Тайсенакед до сих пор валяется, но он реверсирует. О, три лестницы, нифига. А, по-моему, можно только две было достать в четырнадцатый. Может, я ошибаюсь. Я реверсирую от прыжочка Тайсенакеда. Появляются сигнатурки у Шелтона Бенджамина. И ещё кого-то. Блин, я потерял себя и у Симпанка, но у него уже финишер. А Бенджамин потерял свою сигнатуру. Ну да, здесь всё понятно. Здесь копится полосочка. Если вас избивают, полосочка теряется. Если вы крутой, то она копится. Нужно ломать столы. Нужно быть супер-пупер-хардкорным. Симпан, ну погоди. Вот, по крайней мере, первый раз коснулся и ничего, естественно, не снялось. Пожалуй, я заберу у вас одну лестницу. Дорогие друзья, могу бегать сколько хочу. Нет никакого адреналина. А кстати, здесь же, по-моему, тоже анимация-то, да, была? Нам нужно, чтобы Харди встал. А нет, ставится. Эй, там Симпанк, Симпанк, Симпанк. Симпанк, лови его, братва. Отлично. Полетел, Панк. Полетел. А я, слезая вниз, пойду разберу какой-нибудь столик. Let's go. А, не слышу, я что кричат. Let's go Hardie, что ли? Походу, let's go Hardie раздаётся там. Среди зрителей. А ко мне кто-нибудь подойдёт? Так, Симпанк, элбл дроп хорош. Ещё и Джефф Харди досталась. Мне кто-нибудь сюда нужен. Типа понты, да, у кого круче. Таунт. Дроп кик и вылетает сюда. Джефф Харди. А я вот так вот делаю подло. Тайсун, он кидал, он реверсирует. Отпусти меня, Тайсуня. Почему я направляю в какую-то странную сторону, побежал, побежал. И вот я в углу. Нет, не крадимую лестницу. Да, Hardie. Вы чё, братишки, сговорились? В принципе, ничего себе в этом такого нету. Чё же я так долго валяюсь? Ну, Борна там всего, по-моему, 80 с чем-то скилл. Или 90 ли? Или 70 ли? Я не помню. Ну, мало. Ой-ой-ой, прилетел Мэтт Харди. Ой, да, Мэтт Харди, всё правильно. Так, мы бьём Кувалдик в табло к Джеффу Харди. Интересно даже, кто победит. Ну, мне точно не дадут залезть. В это можно не сомневаться. Видите, Тайсон уже крадётся ко мне. Что-то он против меня имеет. Я поставлю, пожалуй, вот сюда где-то в серединку лестницу. Мне нужен кто-нибудь. Один доброволец. Это будет не больно. Я вам заплачу. Эй, да как? Почему я шатаюсь? Этим... Да блин, опять этот... Мэтт Харди со своей... С лестницей. Вот же ж, блин. Просыпайся. Хорошо, реверсирует. Эээ... Шелтон Берджин и... И опять он реверсирует. Белджами. Белджами. Хури Камрана, Джефф и Харди. И почему меня он опять избивает, а? Чё тебе надо? Подумаешь, я умею летать, а ты нет. Хотя спорный момент. Лэкдроп неплохой у Мэтта Харди. С-очки у всех. Почти у всех. У троих, у четверых. У троих чуваков уже. О, видели, что со мной сейчас было? О, ну-ка. О, да. О, да. Давай. Давай. Наконец-то я взял гонг. И сейчас мы что-нибудь сделаем. Вот этому парню. Смотри, гонг. Дзинь. А, не, не так. Дзинь. Хорош, хорош. Вот так вот ещё в жопу кинем этот гонг. Мало ли... Ага. Какой классный мув от меня. Эй, братва. Поклонился ещё такой, типа. Спасибо, Мэтт, что избивал меня. Мэтт такой добежал и, типа, размял руки. Так, я тоже хочу сигнатуру. Слышь, ты. Гони мне свою сигнатуру. Ой, там кто-то проводит сабмишн. Всё покраснело. Да. На. Я долго буду так копить на... Финишер. Ага. Харди... Реверсит. Что с рукой происходит у... Эвана Борна, когда вот он... Ходит. Ай-яй-яй. Вот сейчас. Не просрать момент. Ой, не просрать. Кладём, кладём. Шикарненько. И нужно залезть быстрее. Быстрее. Лезь быстрее. Я тебя умоляю. Или ты, Харди, лежи, лежи подольше. Давай. I was born to fly. Да куда ты смотришь? Конечно же, нужно перенаправиться на другого Рессера. Факин, Эсфер-11. Я должен был прыгнуть на Мэтта Харди. What the fuck? Может быть, сейчас хотя бы, ну... Ну, зачем тебе этот Тайсен Кит? Видимо, я далеко по Саллясицу, хотя у меня нет объяснений. Вот это приключение, оно немного странным было. И осталось, собственно. Ну, в 13 и 14 такого дела нет, конечно. О, я разбил табло Шелтона Бенджамин. У меня есть еще сигнатура, но мне кажется, еще другая должна быть у... Эванки. Боронки. I was born to fly. Хорошо. Еще бы что взять, еще бы что взять. Или кем-нибудь разбить стол. Лови меня. О, какая спиралька классная. Меня. Тихо, тихо. Ага, а мне уже все норм. И че ты слез? Блин. Странно получается. Ну-ка, Симпанк. Вот так вот вылетает Симпанк. Проведу я ему здесь сигнатуру. Ну, где же она? Да где я? Ага, нету ее. Вот так вот. Оп-оп-оп-оп. И сигнатура, и сигнатура. Да ну как? Хурикон Рана. Драгон Рана, наверное, это даже. Эй, а там Мэтт Харди лезет. Смотрите, он уже намного дольше держит чемодан. Вот сейчас, кстати, не сбилось тоже. Вот теперь сбилось. Ну, должно быть, должно сбиваться. На самом деле, если честно, в Джефф Харди проводит Свентон Бомб. Красавчик. Я еще не могу догадаться, какая же сигнатура еще одна у Мэтт Харди. Ой, у Эвана Борна. Почему? Он же в гу стоял. Почему я вам провожу Хурикон Рану? И, в свою очередь, тоже проводит в ответочку своему братюне Свентон Бомб. Ой, Свентон Бомб. Что я несу? Теста Фейт. Мэтт Харди. Что ему сделать? Финишер, финишер, финишер. Шпилю, шпилю. И провожу... Ну, это типа Нэкбрейкер. Свинь Нэкбрейкер. Няу! Ха-ха-ха. Ну, ладно. Никто не хочет лететь на комментаторские столы. Не понравилось это дело Сиэр Панку, он меня просто гасанул лесенкой. Вам что, вертуха, что ли? О, нифига себе, улетел Мэтт Харди. Фу, Джефф Харди. Ой, это прям реально, прям жесткая ностальгия, когда я путал чуваков, когда их очень было много. У меня такая прищудливость существует. Странный... Ой, я с реверсом, нифига. Блин, надо разбить стол. Но по глазам мне бьет Симпанк. Хитрец. Бульдог. Еще бульдог. Почему? Мне интересно, этот прием называется бульдогом. Типа, как собаку ведем, когда прыгаем. Панк не может пройти через меня. Шелтон Бенджамин трогает чемодан. О, нет. И смотрим, как же долго он висит. Вот, почему этого не сделали в 13 и 14 частях с пиратой сонакидой? Я его не дооценивал. Техничный парень, нет, само собой, но внешность... Мм, 2009 год. 2010 год. Что ты с собой сделал? Ха-ха-ха. Да нет, нормально все. Нормально, просто забавная челочка, и меня она немножко бесила. Больше ничего не было. Такого в Тайсоне Киде. Так-то он, рестлер, вроде ничего. Хорош. Блин. Не могу я закинуть Симпанка? Не получается. Не получается у меня ничего. У меня просто... О! Такой типа, а смотри, какая растяжка у меня. Ногу так поднял высоко. Блин, я все... Крестик нажимаю, а ведь захват-то стоит на другой прием. А я могу сейчас залезть? Я могу поделать вот так вот. А как мне разбивать стол? Прыгать, что ли, на него? Угу. Хм. Сбили лестницу на эту Харди. Слушайте, а я ведь и не знаю. Ну, залезу я на... Сюда. О, нашел что-то. Ну, внутри, ты это поднял. Симпанк меня не будет ждать, я уверен. И я вообще полечу, наверное, на Тайсон Акида тут. А хотя он встал. Ну-ка, на Симпанка. Куда же ты полетел? Ну, никак не хочет, ни в какую. Направлять туда, куда надо. Я же летун, ё-моё, я умею делать. Ага, нифига. Вот так вот. Вот так вот. А может быть, кстати, как вариантик... Симпанк, пожалуйста, можно вас сюда... Ну ладно. Эээ... Споткнулся. Как вариант, можно попробовать сделать по-другому. Зачем? Отдай мне его. Почему у меня тырят ээээ... персонажей? Let's go. Не знаю, я не слышу, что кричат. Непонятно. DDT от Симпанка мне. Я не могу встать. Не встает он. Ну, он вообще не встает. Ну, вот не может он встать. Ну, я про Иваноборна. Мало ли. Опять подумайте. Провстал и не встал. Ахаха, обдурил. Выиграл я в этой ситуации. Думал, на меня прыгнет сейчас с Симпанка, а я вот так вот... Нет, хотя он не на меня летел. Так, минус один. Почему бы не попробовать побегать? Вот что, Панк задумал? Пожалуй, я уйду. А нет, залезу. Ладно, давайте возьму лестницу. С чем я это сделал? Ладно. Управление, я немного все равно путаюсь. Вместо... Ну, когда хочу сделать захват, я нажимаю на крестик, и крестик здесь бесполезен. Если вы стоите просто с щупаком, что-то все вниз перебрались, Харди восстанавливается. На меня падает луч света, меня хотят похитить синопланетяне. Ой, хорош. Он же в Харди. А я умею тоже так. Опа! Пока мне опять больнее всего. Как обычно, больнее всего. Сальтуха мимо. Что бы сделать-то такого, а? Ну, что бы сделать вот с этим? Вот я не знаю. Ну, что? Почему просто захват? Почему? Где приема, блин? Так, реверс, и прием будет? Нет. Суперский прием. Обработочка такая, типа. Йо-боу, Хурикон Рана, она... Тайси Никиди это дело не прокатывал, он мне просто проводил пауэрбомб. Ну, учитывая, кстати, что так частенько реверсируют соперники, сложность реально... ну, сложная. Ух, как упал сейчас. Странный Эван Борн. Но этот бой явно уже затянулся. И ничего в этом, конечно, плохого нету, но я уже не знаю, что мне еще вам заценить, кроме как лезть самому за чемоданом. Вы скажете, так так и делай, а я скажу, а я так и сделаю. Сейчас будем пытаться провести чего-нибудь. Сори, я так и не вспомнил, что за сигнал... что за финишер еще один. Евана Борна. Вижу, точнее, сигнатуры, вижу, что финишер только один, походу. Может быть, также и сигнатуры делает стейт. И прыгаем своим сплэшем Эйр Борн танцует Джефф Харди. А я, кстати, тоже умею. хотел отойти в сторонку, мне проводят собачку. Выдок мне проводят. Так, разбили мне еще таблицо, чтобы много не разговаривал. И все, меня просто двигают как тряпочку, я не знаю, полы мною моют как лошком. Возьму я вот эту лестницу и побегу за ринг. Ха-ха-ха! Никто не ожидал! Ха-ха-ха! Бежим! Ладно, что, дурак, что ли? Бежим обратно. Ну да, дурак. Бывает. Глючит. Забросим лестницу. Выбросим кувалду. Видели, как грамотно? А теперь никто не ожидал! I was born to fly! На-на-на-на-на-на-на! Пытаюсь я добраться до этого, накидываю сюда! Все, и минус Мэтт Харди еще. А что все встают? Так нечестно. У меня, походу, у самого башка закружилось. Поставим лесенку и беспалевно полезем за чемоданом. Я не буду пока тянуться. Иди сюда, иди сюда, человек-челочка. Э, какого хрена? На! Нет! Главное было сделать это первым. Пошел в... Ка! Нет! Бум! Ох! Нормально все, нормально. Подумаешь, ягодицу отбил. Встал сразу на ноги. Эван Борн. Я хотел вообще скинуть пацана с челкой и провести симпанку, лежащему позади меня, свой прием. Но... Человек-челочка меня обдурил. Человек-челочка. Да уж. Так, что теперь? Что теперь? Хыть! Оп! Все думали, я сделал что-то крутое, я просто покинул ринг. Кстати, да, надо же ломать этот, блин, стол. Я сломаю? Нет, сегодня. Конечно, нет, я еще не туда направил пацана этого. Сейчас сделаю, попробую иначе. Да нахрена мне этот стол? Не то. Симпанк, погоди! Погоди! Зря прыгал просто. Опять жопу себе отбил. Я думал, прыгнул хотя бы, ну, назад. Я хочу вылезти на один разок. Вот так вот и прыгнуть. И прыгнуть! Ну, зачем на Джеффа Харди? Ну, я помню, я как раньше делал, я 50 на 50 делал, ложил чуваков на два стола, комментаторских, и пытался прыгнуть. Ну, хоть на кого-то же я должен был полететь. Сейчас сделаю мг-момент, которого здесь нету. мы просто так можем начистить лицо. Так, у меня теперь финишер, наконец-то. Но, реверсит. шоколадный парень не туда запустил, прости, прости, иди сюда. Ну, не уходи далеко, ну, ну, пожалуйста. Ладно, я прыгну тогда на... А у меня нет финишера, что вы на это скажете? А, нет, он есть, но, видимо, далеко лежал Тайсон Кит, и нихрена не получилось. Блин, это беда какая-то, это просто беда. Ага, Тайсон Кит, я слежу за тобой. Я за тобой слежу. Ага, я просто выбежал. Вернусь, я же вернусь. Так, деби-тси, три лесенки у нас на ринге. Реверс очередной, от нашего соперника, нам опять хреново, и чувствую, сейчас нас просто, да, выкинуть, и мы будем там валяться очень долго. Ай. Тут же победит в этом бою. Мне интересно. Ну, тяжко здесь в таком шести стороннем поединке залезть за чемоданом. Потому что, блин, каждый раз кто-нибудь стоит на ногах или кто-нибудь проводит Irish VIP какой-нибудь или еще какой-нибудь подобный прием на лестницу. И все. И счастье вам обламывается. Ха. Я хочу какой-то командой с кем-нибудь забацать. Кто со мной, тот герой. Кто без меня, тот паршивая свинья. Ну, вставай. Мэтт Харди. Отстань. Отстань. Блин, не удается среверсить. Просто бегаю как идиот. Как бешеный. Все. Развязывай с этим пацаном. Сюда иди. Так, стащили. У него есть сигнатура. Я опять сейчас нифига не на него полечу, потому что там другие чуваки есть. Хотя бы так сломать, ну! Размечтался. Ага, и реверс, как обычно, когда стоим напротив стола, так реверс. И не получится у меня разбить стол. Да и хер с ним. Мне здесь хорошо. Разлегся как на диване. Так, смотрю, я что-то задумал в Матхарде. Ага, он поставил для своего брательника лестницу и полетел его брательник вниз. Разбили лицо Тайсону Киду. Думал, челкой, да, прикрыться? Хрен тебе. С хайкик от Симпанка и GTS от Симпанка. Красава. А мне-то за что? Подсечка и... Ага, это командный прием. Ну, хотел я, конечно. Ну, хотел я с кем-нибудь, кому-нибудь сделать, а не мне. Чтобы его сделали. Хорош, пацаны, давайте завязывать. Все, я буду пытаться снять чемодан хренским столом с комментаторским. Я, типа, притворюсь, что меня никто не знает, никто меня не видит. Так, прошу. Возьмем еще одну лестницу. Лестниц мало не бывает. Супер прыжок от Джеффа Харди. Свентонбом. Само собой, здесь я чувствую, я не дотянусь, надо было с другой стороны лезть, но я попробую. Попытка не пытка. Уть, уть. Ладно, я вас понял. Электрик Чера, Джеффа Харди и Хориконрана от меня. Как я умею, это, а? Сигнатурка. Ну, хотя бы здесь-то я прыгну, не? С лестницы. В кого-нибудь. Да отойдите. Разлеглись тут. Тихо. Мэтт Харди, что ты творишь? Ладно, фиг с ним с финишером. Не получится, так не получится. Но шансики еще есть. Да отойди. А, все, пропал финишер. Смотрите, смотрите, сколько чуваку валяется. Это мой шансик. Ня-ня-ня, ня-ня. Меня здесь и нет. Твою ж мать. Сбивает опять. Это все повторяется. Это, это круто на самом деле, ностальгически, но это ностальгически плачевно. Для меня. Вам-то может быть и весело, но когда постоянно вам не дают залезть, вам сбивают эти чертовы чуваки. Фух, я уже думал, опять сейчас я не дотягиваюсь, конечно. Ё-моё. Прыгаем. Ой. Опять Хориконрана. У меня есть опять сигнатура. Что-то гопники меня присунули. Дар с локтем в таблоид. Так. Этот, по ходу, бой уже идет раза в два длиннее, чем из четырнадцатой. Вот видите, я даже сам, бывает, скидываю лестницы, потому что криворукий. Хотел сделать не то, а получилось другое. Так, опять это обработка. Сигнатурка. Сальтушечка. А теперь полезно. Но я не дотянусь. Если не дотягиваюсь, то я... Да вы гоните, что ли? Я лучше поделаю вот так. Кому вот так поделать, пацаны? Отойди. Отлично, отлично. Полети... Не дает полетать даже. Давай, 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 спим, спим. Ну, конечно. Как только залезаешь, так пропадает сразу финишер. А ведь вот этот пупсик сейчас полезет. А вот нифига. О, кстати, он просчитал. Он сразу не поставил. Так бы сбил Симпанк с собой лестницу. Германский суплекс. А вы еще говорили, что я слишком часто его проводил Симпанком в 11-й части. Ну вот нифига. Полезли. А, конечно. Джефф стоит и специально двигает лестницу, в которую я лезу. А тут еще Эршвип. Хорошо, что я слез. Вот же какие, а? А, кстати, здесь еще такая штука была, о которой я, по-моему, практически не делал. Или это она на PS2? По-моему, такая вот, типа, когда чувак валяется. Ну кто-нибудь, поваляйтесь. Ну кто-нибудь, поваляйтесь. Ага, вон. Джефф Харди. По-моему, а не, здесь нельзя такую штуку сделать. Типа, он там зажимал как-то между лестницей. По-моему, это только в... точнее, на PS2. Такая штука была. Не знаю. Ну-ка. Вот так я могу. Умею, могу. Тут полез у нас челкастый парень. Я ему хочу сделать финишер. Отличненько. А давайте вот в другую сторону. Нельзя было, что ли. Это опять свинник на брейкер. Нам нужно кого-нибудь выбросить. Хотя, все и так валяются. Все как черепашки ползут. Я первый. Нет, я первый залезу. Уходи. Уходи из моего двора. На. Пошел вон. Да он реверсит опять. О, нет. Ну что, очередь Джеффа Харди. И опять этот полез было брызть парниша. Кто же из них теперь? А теперь опять, смотри. И. Ой, блин. Если бы сейчас сломалась лестница, это было бы просто охуительно. Круто. Сейчас Мэтт снимет. По-моему, он должен снять. Хотя я помню раньше наоборот. То есть, если сейчас, я, допустим, говорю, ой, сейчас, да нет, сейчас не снимет. И он снимает моментально. То раньше я вот в одиннадцатой части говорил, ну все, сейчас снимет. И еще так попыток сотка так. Наверное, таких будет снять о чемоданах. Ну вот, сейчас точно снимет. И ты ведь не снимает. А снимает, когда ты этого не ждешь или не хочешь особенно. Чаще всего, когда именно не хочешь. Когда у тебя есть шанс, типа, и все, и нихрена. Так, дропкик. Тут смотрю, кипиш. Я, типа, блин, опять упал. Отлично. Чего ты выкручиваешься тут на меня? Что если я тебе реверсит джеб-харди? Я придеваюсь над этим пацаном. А как же столы-то раньше ломали? Просто ведь прыгали, что ли, или что? Почему я не могу вспомнить? Ага, сигнатура. Опять то же самое. Ну, а теперь надо... И ведь не туда же. Подойди ко мне. Хорош. Кладем на стол. Ну, я думаю, опять не туда полечу, потому что здесь вон всякие чувачки. Ну! Ну ты же видишь, куда прыгать. Почему симпанк? Ну переключись ты назад. Ну, посмотри назад. Ну, смотрите, я все-таки на симпанк. И теперь джеб-харди проводит мне с Вентонбом. Он так подкрадывался, я смотрел на него, но думал, ну ладно, не будет он мне ничего делать. Да вот хрен там. Смотрите, как долго лежит там еще Тайсон Кит. Я бы успел ему провести, но переключить... Не понял. Как он так быстро забрал мне лестницу? Мэтт Харди зря прыгал. Пустите, пустите меня! Нет! Стоять! Вот видите, я полез и сбился, джеб-харди. Сейчас скинет нас Мэтт. А не, не, не скидывает. А я так хотел беспально сразу за чемоданом ухватиться. Реверсировать не получается, как говно меня дробкеком скидывает сверху лестницы. Джеб-харди. И полез его братишка Мэтт Харди. И кто же с ним? Ну, все-таки Мэтт меня чувствует... А он забил на эту идею, потому что он бы не дотянулся. Финишер есть у Джефа. А проводит меня Севентонбом. Всего лишь Севентонбом. Тык с ним. Лезть пора. Хорош уже валяться. Хорош уже забивать мне лестницу. Просто карма какая-то, я не знаю. Среверсировать не получилось, само собой. Лоткнулся я в лестницу и типа так развенуться. И что это было? Ух ты, я среверсировал. Обработочка, обработочка и вылетает. Джеф Харди и влетает мне лестницей. И влетает Тайсону Киду лестницей. Нефиг тут со стулом бегать. И Бульдог приручил себе симпанка. Мэтт Харди, тихо-тихо, мне здесь нету. Я прыгну на кого-нибудь, и это будет Мэтт. Угу. Конечно же. Я прыгнул, а опять неудачно. Эй, что тебе надо? Все, сейчас, наверное, Шелтон снимет, хотя лестница так под... Вот нифига он не снимет. Так, симпанк, что это такое? Это реверс, по-моему. Да, это реверс. Анимашку я запомнил. Это сама дробь. Зачем я это делаю? Отличный лэкдроп от Джеффа. Я ставлю лестницу, но ставлю так, чтобы они не подумали, что я полезу. А теперь лезем. Вот сейчас хорошо, но тут вот другая проблема. Опять вдвоем. Ну что? Кто быстрее, или как? Конечно же, меня бьют башкой, и... Свист офлает. Круто. Еще такое мощное, лезть и... Ммм... Тайс, накидывал? Я реверсирую. Это мой шанс. Это мой шанс, господа. Мэтт, нет, даже не думай. Даже не думай. Хватай! Как? Я не дотягиваюсь. Еще вниз полетел. Ой, блин, что-то это чересчур ностальгически. Вам так не кажется? Бэйли. Реверс. А как же, блин, реально ломали-то столы? Отличный суплекс. А кто полезет? Пацаны, у меня нет шансов. Надо мной тут сутенер стоит. Какой-то. Опа. Давай, ложись. Ну вот, что я могу ему сделать? А Джефф Харди-то лезет. А не дотянется. А может, и дотянулся бы. Симон, блин, за что? Ааа, моя нога. Ааа, ааа. Он, он. Я притворялся. Ой, они же... Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, только не он. Только... Эй, а я же опрокинул лестницу прямо на этого парнишку. Прям вот СВР вот просто постепалась надо мной. Она мне не давала ничего сделать. Все реверсировали. Не давали мне сделать мои задумки, как это было, естественно, там, ну, год назад, да? два года назад, окей. И еще и победил тот, кого я больше всего не хотел, чтобы победил в этом бое. Это, блин, не знаю, вам, наверное, нравится, когда я его называю Человек-челка, но Человек-челка победил в этом бое и, ну, победил на самом деле круто. Вот так вот, откинув на лестницу, во-во-во, этот моментик, на, вот так с жопой прям. Джефф Харди, ну, ладно. Я думаю, вы поняли основную суть этих видео. У меня не получилось поорать, просто я уже не знал, какой бред еще можно понести. Я как-то не настроен был, я еще в последний момент решил позаписывать сравнение боев. Но, думаю, суть все равно ясна. Либо в первом, как он закончился быстро, либо здесь, как долго снимали мы чемодан. Вот, собственно, что мне не нравится в 13-й и 14-й, все счастья в матче с лестницами. Всем спасибо за просмотр. Ой, покеда.